Доброе утро, дорогие наши телезрители! 1 июня и как я вам вещала, к нам уже пришли представители детско-юношеской республиканской библиотеки и расскажут нам сегодня о фестивале, который называется «Бумажный ключ». Я хотела бы представить наших гостей Дашинимаева Аюна Владимировна, это директор Республиканской детско-юношеской библиотеки, Эрденеева Сек-Валерьевна, зав. отделом проектной деятельности культурных программ и Перевозникова Софья Александровна, менеджер культурно-просветительских проектов библиотеки. Доброе утро! Доброе утро! Как я рада, что вы ко мне пришли, я теперь не одна. Ну что, давайте расскажем, да, фестиваль детской-юношеской книги «Бумажный ключ». Что это такое? Все верно. Мне кажется, все смыслы в названии. Это фестиваль, это фестиваль о книгах, и это фестиваль о детских книжках и книги о подростках. Ну, поскольку сегодня такое доброе утро и 1 июня, начну с того, что вот недавно меня спросили, задали такой вопрос шуточный, а что можно открыть бумажным ключом? Вот сегодня, наверное, отвечу так, сегодня бумажным ключом можно открыть ввери в лето. Вот, можно открыть себя, можно открыть для себя и своих близких новые книги. И наш фестиваль, наша цель, он призван познакомить с литературными новинками. И для этого мы приглашаем писателей, поэтов, блогеров, книжных блогеров. Да, вот я, честно говоря, читала программу. Да, и представителей самых лучших ведущих книжных издательств. И на фестиваль к нам приезжает много гостей. А детские книжные издательства самые, наверное, на сегодня известные и лучшие, и самые популярные. То есть на фестивале обязательно будут интересные спикеры, да, это будут мастер-классы, это будет очень такая насыщенная программа. Я вот, честно говоря, читала, и меня вот очень заинтересовали некоторые, скажем так, мастер-классы, как правильно говорить, и хочется действительно прийти самой, привести своего ребенка и вот все это послушать. Где, вернее, мы не говорили, да, о том, что даты проведения, это 5-6 июня. Где будет проходить? В этом году фестиваль проходит уже во второй раз в нашем городе. И это первый-единственный фестиваль детской литературы в Улан-Удэе, в Бурятии. Он проходит в этом году в Центре современного искусства ЗАУ, в самом центре города. А первый фестиваль проходил в Бурятском драматическом театре. Ну, и надо, наверное, в самом начале отметить, что, поскольку мы в таких ограниченных условиях работаем, чтобы прийти на мероприятие фестиваля, нужно записаться в предварительную запись на нашем сайте. Сайт байкаллиб.ру, пепперкин. Байкаллиб.ру, в общем, заходим туда, записываемся. Я видела, что там можно выбрать, на какой мастер-класс ты хочешь пойти посетить, выбрать. Можно только выбрать один или как это делается? Или можно записаться на абсолютно все? Можно записаться на все мастер-классы, все, что вам понравится. И, конечно же, вход абсолютно бесплатный. Свободный. Свободный. Свободный, да. Что ж, мы обязательно прийдёмся сейчас на небольшую рубрику. У нас очень много различного материала наглядного. Мы принесли книги. Да, мы обо всём об этом поговорим. А пока я предлагаю посмотреть нашу рубрику «Великий и могучий» от Александры Домброскокиной. Всем привет! Наконец-то лето! Как мы ждали тёплой погоды, долгих прогулок и, конечно, отпуска. Согласитесь, за год накопилась и физическая усталость, и в определённой степени случилось эмоциональное выгорание. Кстати, именно вот о таких мейнстримных выражениях я и расскажу на этой неделе. Это неустойчивое словосочетание в их классическом понимании, но настолько расхожие и часто употребляемые, что стали фактически фразеологизмами. Итак, эмоциональное выгорание. Что такое и откуда взялось? Выгоранием здесь называется состояние психического истощения, возникшее в ответ на эмоциональное перенапряжение при работе с людьми. Эмоциональному выгоранию особенно подвержены люди, чья трудовая деятельность связана с регулярным общением с другими людьми, эмоциональными сопереживаниями и большой ответственностью. В общем, те, кто трудится в профессии по модели «человек-человек», журналисты, например. Сам термин «эмоциональное выгорание» был введён в обиход американским психиатром Гербертом Фрейденбергом в 1974 году. А ещё в 1957 году вот такие приступы равнодушия к работе и жизни были описаны в романе «Туманность Андромеды». И страдающего этой болезнью персонажа лечили музыкой и трудотерапией. Надеюсь, вы всё ещё крепитесь и эмоциональным выгоранием не страдаете. А если нет, идите скорее в отпуск. Но завтра встретимся в то же время, в том же месте. Дорогие наши телезрители, мы сегодня с гостями, которые представляют фестиваль детской и юношеской книги «Бумажный ключ», который будет проходить у нас в городе 5-6 июня. И хотелось бы сейчас вот крупным планом показать, какие красивые у нас появились такие фигурки, которые имеют непосредственное отношение к фестивалю. Аюна Владимировна, расскажите, пожалуйста, что это у нас такое? Это символы фестиваля «Бумажный ключ», девочка с ключиком бумажным. Наверное, нам очень нравится этот стиль, который… не стиль, а стиль фестиваля, символы фестиваля, который для нас придумала, создала художница, бурятская художница талантливая Саяна Холманова. И мы вообще подготовили к фестивалю такой яркий, как сейчас принято говорить, мерч, да, мерч фестиваля. Это даже для гостей и участников фестиваля вот такие маски с символикой бумажного ключа, да, ну мы в таких сейчас условиях работаем, да. Как весело. Да, стикер-пак, да? Нет, стикер-паки. Это наклейки, здесь у нас тоже изображены, ну, изображения, ну, девочки с ключом. Семьи, которая читает, библиотека наша, да. Наши две библиотеки. Наши две библиотеки, да, это у нас центр чтения детей и центр чтения на Ключевской. Вот Саяна Холманова, да, вы сказали, насколько я знаю, по-моему, в инстаграме ее никнейм Саяка. Саяка Бабаяка, да, я вот тоже слежу за ней, очень интересно. Она вообще, кстати, делает иллюстрации к разного рода книгам. Да, ее можно смело называть нашим самым главным, во-первых, хедлайнером фестиваля, да, кроме того, что к нам приедут гости, о которых мы расскажем чуть позже. Но наш главный хедлайнер, художник-иллюстратор, символ фестиваля, это Саяна Холманова. И она уже выпустила книги. Книжка, да? Например, эта книжка «Байгалатонут», «Байкальский счет», которая тоже будет презентована на фестивале. Есть книга Саяны «Лето в деревне». По-моему, еще одна книжка есть, да, СССР? Две книги. Да, пока две книги, да. Но вот Саяна очень активно работает, развивается и участвует в других фестивалях, даже в других странах и в городах. Вот эта книга. Отлично. Как вы уже говорили, да, приедут очень много разных спикеров, да, и очень много представителей различных издательств. Вот на каких стоит обратить внимание? Или вот расскажите, что вот интересного ждет? Ну, давайте по очереди. Я, наверное, начну с детского издательства. Старейшее издательство у нас в нашей стране – это детское книжное издательство «Детская литература». Оно основано в 1933 году Самуилом Яковлевичем Ршаком. И вообще все самые известные детские писатели, и Гайдар, и Корней Чуйковский, все издаются в издательстве детской литературы. В этом издательстве. А есть какая-то представитель книжки этого издательства? Да, конечно, всем, наверное, с детства знакомо. Вот тоже стиль такой детской литературы, школьная библиотека. И надо сказать, что все книжные издательства привозят не только книги, они привозят программы, вот как вы сказали, мастер-классы, лекции, все, что связано с проблемой с чтением для подростков, для школьников. Вот это самое тоже важное. Кстати, это очень интересная такая злободневная тема, потому что мы, родители школьников, тоже ушли, скажем так, на каникулы, но всегда на каникулы задают очень большой список литературы, что же читать, как быть. И вот бывают иногда такие моменты, что современные детки не совсем хотят это делать, приходят все равно как-то заставлять. Какие-то такие вопросы будут затрагиваться на фестивале? Ну, заставлять точно не надо, конечно. Заинтересовывать как? И психолог, да, может, расскажете там по психологам? Да, у нас будет лекция психологов, будет сказка терапии, расскажет как раз психолог Илья Ханьхоева о том, как привлечь его ребенка, ну, в помощь сказок, как рассказывать. Потом психолог Алина Шарапова расскажет про детскую полку, с учредением детской психологии. Ну, то есть это книжки она подобрала из нашего фонда детского, ну и расскажет примерно, на какие книги стоит ориентироваться. Вот, помимо этого, кто у нас сейчас? Самокат. Ну, самокат это уже издательство, да. Хотели показать их книги, которые нам привозят. Это книга издательства Самокат. Да, да, вот они такие книги издают, в том числе это, например, какие-то хиты переводные европейской литературы, да, сейчас современные именно, то, что сейчас запускается. Это российская книга. Транссиб, поезд отправляется. Да, это очень интересная энциклопедия, которая собрана из реальных историй людей, которые живут вдоль Транссиба. Она была выпущена буквально позапрошлым году. Очень красивое издание. Да. Самая популярная она книга из Самоката. Ну, одна из самых популярных, да. И вот «Розовый жираф» они издают, ну, тоже такие популярные. Мы совсем слышны, да, Сек, можно попросить маску немножко пропустить? Ага, и рассказать нам еще раз. Они издают книги, как раз представительница издания будет рассказывать нам про вот эти вот книги Эрика Карла. Это очень популярный автор. Это как раз такие книги, ну, видимо, название, имя иностранное, это, соответственно, перевод, да, книги? Да, да, да. Она будет давать лекцию именно по этим книгам. На них можно записаться, на нее можно записаться. Ну, вообще, всю программу, на самом деле, фестиваля можно посмотреть на сайте, да, байкаллип.ру, и там же все наглядно, все красиво очень описано. Когда проходит фестиваль, какие цели преследуются, да, какие, и самое главное, как записаться, какие мастер-классы будут проходить. Я вот очень, на самом деле, заинтересована, и вот обязательно возьму свою доченьку, 9 лет, мы пойдем и будем и слушать мастер-классы, и смотреть, и надеюсь, что нам такие же стикер-паки подойдут. Да, обязательно приходите. И современные родители тоже ищут в какой-то степени экономное приобретение книг, и как раз-таки на вашем фестивале будет возможность, да, приобрести книги по издательским ценам. Это очень хорошо. А если не приобрести, то, может, вы заметили, да, все книги... Все книжки из библиотеки можно взять, да? Да, из библиотеки, и мы давно сотрудничаем, во-первых, не только с Макатом, Розом, Жирафом, а детской литературой и Белой Вороной. Это все четыре издательства, которые в этом году к нам приезжают на фестиваль. Но и все книги, которые будут на фестивале, они есть у нас в библиотеке. То есть если не покупать, то потом можно познакомиться на фестивале, а потом прийти и взять, записаться в библиотеку и взять эти книжки. Отлично. Ну, я думаю, мы заинтересовали наших телезрителей. Приглашаем всех на фестиваль детской и юношеской книги «Бумажный ключ» 5-6 июня, который проходит в Центре современного искусства ЗАЛУ. ЗАЛУ. Куйбышева, 19. Коммунистическая гигантация. Коммунистическая гигантация. Я предлагаю пожелать нашим телезрителям что-то хорошего в первый день начала лета. И вам слово. Да. Мы желаем читать книги, открывать книги и приходить к нам на фестиваль. Всем доброе утро. Ну что ж, спасибо вам за такое сегодня прекрасное начало дня. А мы продолжаем наш эфир и предлагаю прерваться на музыкальный клип, зарядиться хорошим настроением. Как же приятно находиться в эфире вдвоем, а честно говоря, мы уже не вдвоем, а втроем. К нам присоединилась Ольга Арсунукаева, корреспондент Восточного экспресса. Оля, доброе утро. Гудмоннинг, Оля. Гудмоннинг. Рассказывай, 1 июня на календаре. Лето физически вступило в свои права на 90 дней и 2 дня ближайших. Какие планы на лето? Планы грандиозные. Работать все летом. О, вот это круто. Ну хорошо, но за все летнее время там будет промежуточек, где можно будет отдохнуть. Ну в середине лета, я надеюсь, будет там 2-3 дня, чтобы съездить на Байкал. А вообще, я всегда отпуск беру в конце лета, потому что я с семьей уезжаю к сестре в Сочи. На море, на море. Сколько экономится денег на жилье. Ладно, хорошо, круто. Лето рабочего, выходного и так далее. С чем Ольга к нам сегодня пожаловала? Раз уж корреспондент Восточного экспресса, это наверняка Остров. Да, Остров. Тема животрепещущая. И опять поднимается вопрос об полном отказе от пластика. Но пока депутаты Госдумы предлагают внести законопроект, который поможет нам отказаться от пластиковой посуды и ватных палочек. То есть такой запрет. Пластиковую посуду хотят запретить вообще производить, пользоваться и ватные палочки. У меня вопрос от той когорты людей, кто ежедневно пользуется ватными палочками. А есть какая-то замена этому всему будет? Ну, деревянные палочки. А, то есть леса будет больше рубить? Это все просто. Опа-на. Погодите, тут палка до конца. Ну, я не думаю, что прям большое количество леса нужно будет для деревянных палочек. Это щепки, остатки. Можно это все использовать, не выбрасывать. Почему нет? Это уже повторно, да, поднимается такое? Ну, то есть решение еще не принято, это только идет обсуждение. Это только рассматривают, да. Но хотят все-таки внести, потому что уже время настало. Ну, видимо, пластик. А вот не хотят отказаться как-то вот в связи с нашей ситуацией? Вот маски, мне кажется, одноразовые маски медицинские, они очень, особенно в таких количествах сейчас, загрязняют окружающую среду. То есть надо ввести многоразовые. Деревянные. Деревянные многоразовые маски. Многоразовые, тканевые, да, это что же может быть? Ну, как бы тканевые, многоразовые. Здесь же медицинские маски, они трехслойные. А тканевые это сложно будет, наверное, сделать, трехслойные, которые достаточно бы защищали человека от ингредиции. Я хочу придумать вместо пластиковых палочек деревянные, чтобы все это... А что вообще народ думает у нас? Народ, конечно, обеими руками за, но ждет все-таки вот этого законопроекта, потому что сами люди, как показала практика, ну, не готовы. Верхи не хотят, не за не могут, что ли, пока такое, да? Да, да. Они люди готовы, но вот ждут такого законопроекта, закона. Такое, да. Все. Кнута, можно сказать. В общем, у нас есть небольшой сюжет в эту острую тему. Давайте его посмотрим и немножечко и после этого обсудим. Опрос. Опрос, да. Опрос на тему пластика. Давно уже отказались. Я вообще одноразовую посуду не покупаю. В любом случае в магазинах мы покупаем товары, там, допустим, тортики или что-то фасованное. Ой, ну это прям вообще... Возможно вот от этого отказаться? Конечно, мне кажется. Но у нас же достаточно бумаги, наверное, картонных. Насколько это реально? Вот насчет реально, откровенно говоря, не знаю. Потому что очень трудно переделать сознание, потому что люди уже привыкли к пластику. Это удобно, с одной стороны. Вот. С другой стороны, может быть, все-таки и получится. Потому что все равно народ понимает, что это вредно. Ой, да, ну уже все перешли на бумажное. Это только у нас. Мы с них взяли, сюда пластику завезли, а теперь давайте с них возьмем. Теперь им обратно отдадим. Ну, как-то надо с этим бороться. Я думаю, что Европа уже переходит, ну, отказывается от пластика. Мы должны, Россия, переходить уже на законодательном уровне, решать. Предприниматели готовы разрабатывать такие тарелки, но их же не пускают никуда. Везде пластик занят. Это отразится на цене. Я думаю, что это придется принять. Дело в том, что это все равно когда-нибудь произойдет. Это очень простое обоснование. Вся пластиковая посуда делается из нефти. Нефть кончается. В целом опрос показывает, что люди настроены положительно, да, и говорят о том, что уже должно будет решаться на законодательном уровне, и, соответственно, выбора другого не будет. Ну, и как-то вот есть уже как-то расположенность. Да, люди готовы, люди хотят, да. Но поскольку у нас все магазины завалены пластиком, то есть как бы нету альтернативы, по сути, еще пока. Ну, все равно в каких-то магазинах там есть небольшой процент бумажных пакетов, но они стоят, во-первых, чуть, ну, не порядок, дороже, чем обычные пакеты. И когда перед тобой встает выбор, когда у тебя уже на кассе там, к примеру, там полторы тысячи рублей, ну, и ты такой, так, за два или за десять. А в этот самый момент знаешь, что ты должен сделать? Из какой-нибудь сумочки или рюкзачка достать такой, знаешь, этот пакет тканевый, эко-пакет. То есть много раз в пакет. Надо ходить со своим. Это тоже вариант. Это тоже много, много людей переходит на такой вариант, я знаю. Ну, вот я очень часто в силу своей работы встречаюсь с людьми, которые не просто словами, которые говорят, да, я готова там отказаться от пластика, от сортировки мусора, они делом показывают, что все мы можем внести хоть небольшой, но все же вклад. Это их мы называем эко-волонтеры, эко-активисты. Я вот на прошлой неделе встречалась с тремя такими эко-волонтерами. Три женщины хрупкие, но они показали, что насколько вот сильно масштаб своей работы, если будет желание. Главное, чтобы было желание. Так, то есть мы этих людей сейчас увидим. Мы сейчас их увидим, замечательные гаража нашего города. Хорошо, давайте увидим людей, которые уже сортируют. Нет, они не просто сортируют. У них разные инициативы, разные проекты, и вот они смогли их воплотить в жизнь, потому что не просто сидели, ждали, а взяли и сделали. Сами, без каких-то законов, просто займись самосознательного. Давайте увидим их. Превратить тонны обрезанных тополиных веток в полезную мульчу – задача по силам этому небольшому аппарату и одному активисту. Ольга Архипова загорелась идеей сделать из городского мусора экологический проект. Года три я как начала принимать ветки городские, обрезки тополей и других деревьев. В этом году приняла прям очень много, 50 камазов. Очень грустно от того, что всё это увозится на полигон, потому что, ну, это же ценное сырьё, его можно и для мульчи использовать, для дров, всё что угодно. Можно закрыть вокруг деревьев почву, почва не будет высыхать, соответственно, дерево будет лучше расти, даже без полива. Можно засыпать дорожки, можно даже сделать щепу, чтобы коптить. Но для большой переработки нужны рабочие руки. Ольга надеется, что эковолонтёры в стороне не останутся. А пока осваивает новое производство полезного сырья, изучает и ищет новое применение. Идеи на этот счёт имеются. Совсем скоро этот овраг превратится в общественный огород. Процесс уже пошёл, основу заложили в виде новогодних ёлок. Следующим этапом станет наполнение этого котлована пищевыми отходами в большом количестве. Возможно, потребуется помощь общепитов. Всё это закроют мульчой и на этой основе высадят тыкву и кабачки. Урожай надеются получить хороший. Вот эта штука геодезический циркуль, это штука, без которой невозможно сделать пермакультурный дизайн. Здесь у нас отцентрован центр. И вот мы ловим, где вот эта ниточка будет стоять на центре. Возможно, та самая мульча может послужить и в восстановлении леса. Этот участок горел дважды. На поруки его взяла ещё одна экоактивистка. Валентина нашла способ стопроцентного восстановления горельников. Вот это вот система вала канав. Канава здесь сделана для того, чтобы удерживать сток воды. А вот этот вал водоудерживающий, он будет засеян полностью травами. Она пойдёт ступенями вниз, дай бог, у нас получится потом сделать ещё террасирование. Метод называется пермакультурный дизайн. В России его практически не используют. Для начала первопроходцы освоят эти 15 гектаров. Два гектара засеяли и результаты уже впечатляют. Ни одного засохшего саженца. По примерным подсчётам около 13-15 видов деревьев мы уже посадили в количестве 100 штук. Планируется собрать по самым скромным подсчётам 100 видов деревьев. Сейчас уже даже более точно назвать это лесопарк, потому что рядом город. И мне кажется, я бы захотела в таком месте погулять, где создана такая коллекция растений. В основе дендрария не только уникальные деревья, но и травы. Они помогут создать структурированную почву, которая даст силы саженцам. На склонах вырастут медоносные донни, горчица, гречиха, люцерна и другие. Следующий экоактивист с лесом не связан, но проект вызвал большой отклик у населения. Потому пришлось расширяться. Организаторы социального проекта «Ниточка» собирают ненужную одежду у горожан. Часть идёт на благотворительность, часть распродаётся в социальных магазинах. Ищут применение и со всем ветхим вещам. Мы проанализировали весь рынок, если можно так сказать, и переработчиков России. Мы связались со всеми компаниями, кто этим занимается. Их оказалось крайне мало. Наша задача запустить переработку, попробовать хотя бы на минимальных производительных мощностях, но начать свою. Ватин, вата, помните, раньше в СССР очень было модно и актуально. Её сейчас используют как шумоизоляция для автомобилей, строительный материал для производства линолеума. За один год работы активисты приняли более 17 тонн ненужной одежды. Вся она могла оказаться на свалке. И эти победы маленькими не назовёшь. Они стали вкладом в большое дело защиты природы Бурятии. Я и не знал, что у нас такие вообще люди есть. Какие молодцы, какие разные направленности. Ну нет, ниточка понятна. Мы о них знали, о них в гостях у нас были. Мы даже собираемся к ним, да? Да. Да. Ну вот действительно, вот девушка, которая занимается, как-то я даже не выговорю это слово... Пермокультурный дизайнер. Пермокультурный дизайнер. Это же всё действительно её личная инициатива. Да, ты лично она это всё разрабатывала, исследовала, собирала все данные отовсюду, с разных стран. И вот пришла к такой правиле. Ну и не слышно, что нужно какой-то грант подсветить, чтобы она занималась не просто ради... Ну ей для начала не помешали бы волонтёры, чтобы воплотить свой план пятилетней в жизнь. Всё-таки, чтобы у нас появился сибирский дендрарий. Это же будет вообще уникальное место. Да, безусловно. Всё-таки, возвращаясь, ну там ещё девушка была, которая выиграла всё-таки грант, первая которая... Да, это был грант, по-моему, она выиграла, купила машину дробильную. Да. То есть она до этого тоже собирала тополиные ветки, то есть мы все вот думаем, вот тополя срезают и увозят на полигон. На самом деле нет, она их все собирала. Огромная... Весь объём города, который собирался, и в течение уже долгого времени... Просто она проявила инициативу, вот чтобы вот не выбрасывать, не засорять полигоны. Это очень полезный материал, и она решила его использовать. До этого она засыпала овраги рядом со своим домом, что мешало воде, вот потокам воды, когда идут сильные дожди, размывать дороги. Сейчас она выиграла грант, и получается, она делает мульчу, использует её в качестве подсыпки вокруг деревьев, это всё очень полезно. Ну там она ещё перечислила, как можно использовать эту мульчу. Вот такие у нас есть... Мульча. Представляете, да, мы не можем, грубо говоря, пойти и иногда просто мешок мусорный выкинуть в бак, да, а вот люди занимаются вот такими крутыми делами, что... Очень круто, что они находятся у нас в городе Лан-Удэ, это жители нашего города. Да, у нас очень много активистов, очень много волонтёров. А всё-таки движение начинает свои обороты. Ну это круто. Правда, очень круто. Даже вот девушка, которая вот дизайнер, у неё была какая-то специальная вот эта вот машинка, откуда ты сказала, что прям из-за Америки они... А, сейлка, да, сейлка трав, её им подарили с Америки, привезли. То есть это тоже наверняка какие-то активисты американские помогали нашим, бурятским активистам. Что ты делаешь вообще сегодня вечером? Нет, я не знаю это. Ну насколько вот всё-таки вы, например, готовы, если возвращаться, да, отказу от пластика, готов ли ты отказаться? Вот едем мы в летний период на какие-нибудь, знаешь, там, на озёра, не знаю, на Байкал. И вот что мы обычно берём всё-таки какую-то посуду? Ну, конечно, во-первых, посуда, многоразовая пластика. Во-вторых, там бутылки. Бутылки с водой. Что там ещё-то? Ну, бутылки, короче говоря, да. Естественно, пока заменить не на что. Ну, если с одноразовой посудой, ещё, мне кажется, это более-менее как-то можно отрегулировать, да. Вот действительно, вот различного рода вот эти пэтты, да, бутылки, ну, вода и разные напитки. Так, к этому, я думаю, мы придём, но это будет чуть позже. Для начала нам бы хотя бы отказаться от пластиковой посуды. Это будет всё равно большой шаг. Пока те, кто занимается пластиковым производством, не распродали, наверное, мы к бумаге и не перейдём. К бумаге и деревом. Ну, это моё внутреннее неправильное, возможно, мнение. У нас ещё на повестке дня один сюжет от... Дежурного по городу. Дежурного по городу. Точнее, как... И, кстати, там затрагивается тема одной стройки, которая находится прямо перед домом моих родителей. Я вот когда увидела сюжет, я очень внимательно посмотрела, потому что приезжая к ним в гости, я тоже была удивлена, что в таком вот всё там... Тогда мы смотрим... Оля, давайте вместе посмотрим сюжет ещё, и его обсудим ещё. Хорошо. Проблемные места, да, у нашего города? Опасные. Проблемные, опасные. На дворе 31 мая осталось меньше суток до самого счастливого времени для школьников. И я говорю сейчас про летние каникулы. А где же это самое счастливое время коротать? Конечно же, на неогороженные стройки с торчащими арматурами. Очень давно. Кто строил, те уже всё, уже ушли куда-то. Ага. А кто здесь... Администрация должна смотреть за этим, за всем. Куда-сюда, везде звонили. Ну, наша администрация местная, Загорская, говорит, что должна районная администрация отвечать за это. Даже доски кто-то, мостик делал, чтобы было проще туда перебраться. Ну, а падает вот тут пенопласт. Это, видимо, чтобы смягчить падение. Уже недели три-две стоит, как уже не раз... Не, больше даже. Даже больше. Да. Именно неогороженные ветерки. Да, неогороженные. Дети тут уже гуляют, играют, блин. По крыше по этой бегают. А никто не падал? Нет. Ну, пока ещё никто не падал. Мне кажется, скоро уже упадут. Были случаи, что падали. Падали. Вы прям... Не, ну, я слышала, там ребятишки говорили, кто-то упал. А зимой могли даже провалиться в снег. У меня здесь внучата играет. На площадке, извините. Ну, были, были такое. Но мы, правда, ругались, чтобы такого не было. Я сомневаюсь, что ветер загнул эти арматуры. Это всё-таки не колосси какие-то. Я полагаю, что это дети. Мы, конечно, туда лазать не будем, но и так всё видно. Нет, не страшно. А родители знают, что вы приходите? Ну, просто посмотреть. Просто посмотреть? Я так-то где-то четвёртый раз иду. Четвёртый раз смотреть? Первый раз не смотреть, а иногда захожу. Как оказалось, этот в кавычках дом нам очень знаком. Ещё в 2015 году на этом месте собирались построить девятиэтажное здание. А ещё подземную стоянку, спортивную и детскую площадки. Всё в рамках программы молодёжного жилого комплекса. Сдать планировали в 2016 году. С темой этой недели «Опасные места». Мы обязательно выясним, к кому относится этот недострой и какова его дальнейшая судьба. А если вы ещё знаете такие популярные места у молодёжи, то сообщайте нам. Будем разбираться. Ну, вот такое вот молодёжное место. Опасное место. Это место находится посёлок Загорск, посёлок Можзавод, улица Столичная. Почему Настя знает? Она живёт совсем рядом. Да, там живут мои родители. Я, соответственно, очень много лет прожила, и мои окна как раз-таки выходят на эту стройку. И когда вообще началось всё это строительство, конечно, оно нас не очень не обрадовало, потому что как раз-таки вид бы перекрывал большой высокоэтажный здание. Ну, это проблема тех, кто... Не то, что это будет проблемой тех, кто там живёт, а люди, которые утверждали дизайн и утверждали, в принципе, место, ну, вот ответственные за такое, за подобное. Когда перед тобой ты смотришь в окно, а перед тобой растёт дом. Это уже такая точечная застройка, в принципе, в городе она уже... Кому-то это дело выгодно, конечно. Это уже частное явление. Кроме что? Опасно то, что, вот я говорю, я приехала туда не так давно, я просто была удивлена, что забора вообще напрочь нет. Раньше хотя бы это какой-то стоял алюминиевый зелёненький такой заборчик, а сейчас действительно всё в таком доступе. «Заходи, не хочу», «Падай, не хочу». Наша страна, она отличается чем? Пока что-то, тьфу-тьфу-тьфу, не произойдёт, вот такое, выпиющее совсем, да, никто не зашевелится. Вот как только так сразу идёт. Если ещё есть... Да, и таких опасных мест у нас в городе очень много, да. Включая дороги, дворы, детские площадки, то есть в любое место можно прийти и увидеть какую-то опасность. Поэтому мы призываем горожан, не проходите мимо, обращайтесь к дежурному по городу, мы обязательно отреагируем, приедем, поможем, постараемся разобраться. Да, действительно, если у вас волнует подобный вопрос, незаконченной стройки или заброшенное место, в общем, пишите. Дежурный приедет, выбраны дежурства на отлично, это точно. Более в преддверии летнего сезона, когда дети тоже очень часто предоставлены сами себе, где-то гуляют во дворах, можно проявить действительно свою такую гражданскую позицию и отсмотреть, и доложить, рассказать об этих опасных местах. Оля, вокруг того места, где ты проживаешь, подобное что-то есть? Ну, у нас как бы нет детской площадки, но есть река. Да, река очень рядом, поэтому я ребёнка одного не отпускаю. Это в каком месте река? Район Медскомбинат, ГАБ-2. Так, 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 так. Там буквально несколько метров река от нашего дома. Это уже нужно проводить, мне кажется, такие беседы с ребёнком. Разъяснительные работы? Нет, с одной стороны река, с другой железная дорога, с третьей автомобильной дорогой. Вот такой у нас дом. Ну, что же. Перекрёсток. Нужно выживать. Видимо, вокруг всего этого. О, у нас сегодня в гостях кучу тем рассказала. Значит, поведала, где у нас хорошо, где плохо, кто занимается сбором практически отхоженного материала. Ольга Роснукаева. Оль, спасибо за такой спектр тем. Вот наши зрители, но они и твои зрители сейчас тоже. Можно что-то пожелать. Вот 1 июня, праздник хороший, в принципе. Ну что, я желаю хорошего лета, солнечных дней побольше, хорошего настроения и большого отпуска. А мы ждём хорошую погоду. Да зачем она? Живём так нормально, в куртках ещё. 1 июня я сегодня пришёл в куртки. Вот это да, вот это поворот. А лето наступит завтра. У нас оно сместилось маленечко. Да. Ладно, сегодня корреспондент Восточного Экспресса и всея Оригус Ольга Роснукаева. Оль, спасибо большое. Спасибо вам. Ну а мы... Ну мы привёмся на рубрику... Я знаю, какая. Знаешь, ну а тебя тогда. И вновь врывается с молодёжными словами Александра Деброскокина, который расскажет... Кстати, слово интересное, но мной доселе неизвестное. О, стихи по канале. Будем просвещаться. Давайте будем на Александру Пушкину писать. Субтитры подогнал «Симон»!